Я сюда и подумала, что вот там меня иногда приводит смущение то, что мне задается по эху Москвы, потому что ну не знаешь, как на это отвечать, ну не знаешь, как на это реагировать, не можешь даже понять смысла вопроса, да, у тебя полное непонимание, а чего вообще оно хотело сказать. А вот сейчас же меня будут допрашивать с пристрастием не какие-то идиоты, а две умные женщины, которые умеют находить логическую проеху в любом рассуждении. Как они сейчас меня порвут на британский флаг? Здравствуйте! В эфире программа «Школа злословия» на канале НТВ. И мы ее ведущие Татьяна Толстая и Авдотья Смирнова. А у нас в гостях Юлия Латынина. Вы как предпочитаете представляться, как писатель или как журналист? Как коллега, вот тут три ведьмы собрались. А, вот, а ведь мы же? Юль, мы хотели с вами поговорить про такой процесс, который, он не то чтобы начался, но который, видимо, идет все с большей, но большей очевидностью, и по которому, как нам кажется, вы в некотором роде специалист. Мы имеем в виду новую поляризацию общества, которая, на наш взгляд, сейчас происходит. Вот. Привожу простой, бытовой... По-человечески понятный. По-человечески понятный, но от этого не менее загадочный пример. Разговариваю я тут с одним своим другом. Замечательным человеком, интеллигентным, умным, прелестным и так далее. И что-то я упомянула про музыку Бориса Борисовича Гребенщикова, которого я очень люблю, и которого что-то я наслаждалась каким-то его последним произведением. На что я была подвергнута чудовищному астрокизму. Мне было сказано, что не стыдно ли вообще, так сказать, слушать музыку человека, который общался вот с президентской администрацией. Вообще туда ходил, туда ходит, вот, дружит, встречается. Слышал о... Я абсолютно оторопила, потому что при том, что Борису Борисовичу как общественной фигуре я задавала вопросы на эту тему, но мне казалось, что в музыке этого не слышно. То есть, что администрация президента как бы в звуках, в нотах пока еще... По крайней мере, пока не слышно. Я думаю, что не будет слышно, потому что есть такие, у которых слышно. Как ее услышать? Ну вот сама постановка вопроса поразила меня тем, что, видимо, уже как бы накал дошел до того, что можно даже вот в застолье задать вопрос, не стыдно ли. Ну вот другой замечательный пример, письмо этих 50 чиновников, которые объединены по тому принципу, да, а не осуждают Хударковского, что они чиновники. Среди их 50 чиновников есть несколько известных и хороших людей, да. Есть Роднина, которая от этого не перестает быть худшим фигуристом. Есть Розенбаум, который от этого... Депутат Розенбаум, по-моему, член Единой России, который в качестве депутата члена Единой России подписал письмо. Очевидно, что он его подписал не в качестве певца блатных песен, потому что лирические герои его песен не подписывают подобных писем, особенно против заключенных. И вообще там не работают, когда сидят. То есть вы думаете, что актриса Лидия Вельжева подписала это письмо в связи с тем, что была назначена Настасье Филипповной российского телевидения? И зарезана в качестве такового. Нам есть масса порядочных, уважаемых людей, которые, как это не цинично звучит, я действительно не перестану уважать, потому что я вполне понимаю, что если, допустим, Родниной нужны были какие-то деньги на финансирование детишек или еще чего-то, но она это подписала, и с одной стороны был Ходорковский, который ей совершенно незнакомый, в общем-то, ну что фигуристом Ходорковский, да? А с другой стороны были вот конкретные проблемы. А фигуристом Абрамовичем. А если говорить о полюзиации, она действительно происходит, и в нее выталкивают людей, потому что... Она, может, очень интенсифицировалась в последнее время, как мне кажется. Вы знаете, она же интенсифицировалась после Беслана. Вот тогда очень резко было заявлено, что кто не с нами, тот против нас. Вы думаете, что тогда? Ну, вот я заметила, что... Было два значимых процесса. Первая была действительно ситуация с Бесланом, вторая ситуация с Украиной. То есть, когда случился Беслан, выяснилось, что танки стреляли по школе, огнеметы стреляли по школе. Ну, правда, сейчас прокурор Шепель сказал, что у нас, оказывается, огнеметы ничего не могут зажечь. Ну, так называются. Ну, они действительно, да, вот не те ранцевые огнеметы, которые выбрасывают струю огня. Это термобарический взрыв, который выжигает все в радиусе 20 метров. Ну, есть просто показания свидетелей о том, как они забегали в школу за солдатами, чтобы вытащить своих детей в этот несчастный зальчик. Он же крошечный зал, абсолютно деревянный. И они видели, как их дети горели на их глазах. И это происходило как раз не из-за взрыва бомбы, брошенной террористной, потому что это было уже достаточно давно. А вот дети вставали, корчились, им кричали, выбегай. Они уже не могли, потому что горящий человек не может выбежать. Вот. И когда все это произошло, когда нам сказали, что штурм был случайен, штурм, судя по всему, судя по новым показаниям, все-таки взрыв не был случайен. Взрыв произошел из-за того, что террориста с кнопки снял снайпер. А это в свою очередь. Откуда снайпер знал, что террорист стоит на кнопке? А помните, была та кассета, на которой террористы передали свои требования, и про эту кассету сказали, что она пустая, потом отрывки этой кассеты показывали по тому же самому НТВ, и что террористы никаких требований не выдвигают. Но на этой кассете, которая бесспорно была у президента Путина, на этой кассете показано, где стоит взрывчатка, где стоит снайпер. То есть очень вероятно, что когда снайпер готовился снимать человека, были использованы как раз данные этой кассеты. И вот на следующий день после всего этого власть глядит в зеркало и думает, боже мой, кто это сделал? Потому что приходится отвечать за тот факт, что не было операции по спасению заложников, а была операция по уничтожению террористов вместе с заложниками. И вот в этот момент власть говорит, ой, это была третья сила. Это были люди, которым не дает покоя тот факт, что Россия остается великой державой, которые считают, что она до сих пор представляет для кого-нибудь угрозу. И вот после этого пошел интенсивнейший поиск врагов, потому что приходится либо осознавать, что власть совершает ошибки, либо утверждать, что у власти есть враги. Вот внутренние ошибки конвертируются во внешних врагов. А дальше уже не важно, да, там начинаются, что эти враги, желательно за пределами России, ну и, конечно, внутренняя пятая колонна. И то же самое второй этап этого. Юль, прошу прощения. Я ваша преданная читательница, очень почитаю вас как публициста, люблю ваши книжки, люблю вас слушать и так далее. Я знаю, что вы на меня, во всяком случае, думаю, не на меня одну. Оказывается, абсолютно гипнотическое действие. Каждый раз, когда я вас слушаю и читаю, я понимаю, что, ну да, ну вот, конечно, оно так и есть. Но при этом, поскольку мы все-таки находимся в пространстве средств массовой информации, так или иначе, я не видела эту кассету. Я не знаю, так это было или нет. И то, что вы сейчас говорите, да, как бы, мне приходится вот так вот встряхиваясь, себе говорить, что я не знаю, так это или нет. Это ваша версия. Это моя версия. Более того, это версия, которую я вправе выдвигать, потому что мы видим, что комиссии по расследованию того, что произошло в Беслане, они не отвечают на вопросы. И более того, это не моя версия, это версия Бесланцев. Я ее очень часто слышала в Осетии. В том случае, я пересказываю то, что говорят, предполагают матери Беслана. Да, в каждой версии есть своя убедительность. Поэтому, ну, тут две вещи... Вы готовы поручиться, что версия матери Беслана стопроцентно... Готова, но я готова сделать две вещи. Да, первое. И матери Беслана, и в данном случае я, когда повторяю эту версию, мы не суд, который выслушивает все стороны. Это суд обладает, да, правом презумпции невиновности. Мы следствие. Следствие ищет виновных. Это первое. И второе, самое главное, что было бы очень хорошо, если бы был некий суд, который действительно отвечает на эти вопросы. На вопросы, кто руководил штабом операции, кто отдал команду говорить, что в школе 350 заложников, кто конкретно отдал приказ говорить, что террористы не выдвигают требований, кто отдал приказ стрелять по школе шмелями и танками. Но ведь нам же за это время не ответили ни на один из этих вопросов. Извините, в этой ситуации еще не такие версии будешь выдвигать. Согласна. Дело в том, что, говоря об этом, мы немножко сдвигаемся с нашей темы, которая на этом, да. То есть поляризация и причина этой поляризации. Это то, что вы сейчас рассказываете, это само по себе... Мы о причинах. Я понимаю. Это вы называете психологических причин. Нет, нет. Момент. Вы назвали момент, а он тянется до сих пор, да. Он разделяет, но ведь не только он. Я хочу сказать, что поляризация какая-то разная, вот вопрос, какая, где малая, где большая, где глобальная, происходит, у меня такое ощущение, по всему обществу сейчас. Одних разделило это. То есть это можно свести к чему? Это можно обозначить, как население категорически не верит властям. Дальше вопрос, каких уровней? Нет, я бы не сказала. Ну почему? У Путина по-прежнему рейтинг больше 50%, ну или около того, да. Ну больше. Он даже существенно больше. Да, и нельзя сказать, что население не верит властям. Один из парадоксов того момента, в котором мы живем, что вроде бы, да, очень много ошибок совершается, а население продолжает не просто верить властям, а если сейчас объявить голосование, конечно, президент победит в первом туре, как и в предыдущих выборах. А что касается поляризации, то вот я уже отвечала, да, начала отвечать на этот вопрос, что речь идет об ошибках, которые власть не хочет признавать, а каждый раз, когда мы не признаем свою ошибку, мы ее обычно списываем на кого-то из врагов. Вот другая ситуация, просто совершенно комичная. Один олигарх захватил один заводик. Не буду говорить, какой, но действительно заводик захватил, зачистил с помощью ментов. Завод, когда зачищается, что обычно происходит? То есть сам олигарх забирает завод, а вот как бы вокруг существующими производствами и всякой мелочью расплачиваются с этими самыми ментами. Приходит к олигарху, вдова какого-то бандита плачет. Я говорю, вдова. Я говорю, деток содержу, у меня уже денег не осталось. Вот одно единственное, что осталось автостоянка, не автозаправка, а автостоянка. Это 500 долларов в месяц. Вот отдайте, пожалуйста, автостоянку. Олигарх вызывает ментов, ну, через своего партнера, говорит, дайте, бедные, вдави автостоянку. Те же самые менты накатали на него телегу, в которой было написано, что он финансирует чеченских террористов и не откуда-нибудь, а вот с этой автостоянки. Так, вот минуточку, вот опять, вот опять она этот морок напустила. Вот опять, вот я так и знала, что вы первые на это повелись. Я пыталась это все разогнать шаманскими вениками, как меня Ира Гребенчакова учила. А ничего не выходит. Вот опять она напустила. Вот этого вот, опять мы попали в это пространство. Я бы хотела быть внушкой, я бы так засыпала, сладенько, а она бы качала людьми и рассказывала. В одного олигарха был один заводник. И зачистил ее, с помощью ментов. Это такие субъемные сказки. Я вас давно уже воспринимаю, как такую вот воительницу совершенно. Вы, как писатель, описывали замечательные, вот вы писали замечательные, так сказать, детективы, авантюрные романы, не знаю, как их правильно назвать, и там было понятно, кто мы и кто они. Вот они, которые там были, это были бандитствующие капиталисты, так или иначе. И, так сказать, примкнувшие к ним мелкая бандитская шваль. И были мы, мирные обыватели. А вот теперь они и мы, это кто? Теперь кто плохие, кто мы хорошие. То, что мы хорошие, это понятно. Мы, видимо, те же самые мирные обыватели. Кто против нас? Как называются теперь они? Нет, вы знаете, первое, мы нехорошие, это вообще самая страшная проблема любого общества, что если общество поляризуется, то это очень редко так бывает, что оппозиция лучше власти. Понятно. Потому что все растут из одного корня. Точно так же, как если общество более-менее приличное, то там власть не намного хуже оппозиции, не намного лучше, да, они всегда такие же. На самом деле, да, есть некая базовая, там, некая базовая шкала температур, относительно которой там неплохие, нехорошие люди в обществе не сильно отклоняются. Хорошо. Вы себя идентифицируете с каким мы? Вы входите в какое мы? Вот вы, Юлия Латынина. Знаете, всю жизнь пыталась быть созерцателем. Действительно. Отвечая на ваш вопрос без уголок, я вижу, что действительно общество разводит людей по лагерям. Потому что оказывается, что там вопрос, там, про Веслан, про Кавказ, там, про третий срок Путина, про необходимость отмены губернаторских выборов и так далее. Да, эти вопросы внезапно, они поляризуют общество. И уже не может быть так, чтобы ты занял позицию с той, с другой стороны. Ты все равно можешь ходить на те же дни рождения, общаться с теми же людьми. И, ну, очень часто вдруг оказывается, что человек, которого ты любил, уважал, и, может быть, даже на каком-то личном уровне продолжаешь уважать, а там вдруг совершил некий поступок, после которого он переходит в другую категорию. Категорию «они». Категорию «они» это двоякий процесс. Потому что мне все-таки кажется, что этот процесс в значительной степени начала власть. И в значительной степени она его начала, потому что нуждалась в образе врага, и потому что она еще очень сильно нуждалась в президента Путина попугать этим врагом. Ведь не забудьте мы одну вещь, что люди вокруг Путина, КГБшники, они профессионально обучены истреблять врагов государству. Они не обучены там управлять экономикой, они не обучены управлять государством. Но истреблять врагов государства, они обучены профессионально, если врагов нет, их вполне можно придумать. Это, поминая того же Гребенчукова, помните ее песни? Государиня, если ты хотел врагов, кто же тебе смел отказать? Такие у нее замечательные слова. Как вам стыдно цитировать человека, который общался с президентом. Но этот процесс двоякий, потому что если вы называете человека врагом, он им становится. Вот абсолютно ровно то самое произошло с Ходорковским. Его очень долго называли врагом, Путину очень долго объясняли, что он враг, Ходорковскому очень долго объясняли, что Путин считает его врагом. Но, слушайте, если вы... Этот процесс одновременно и процесс описания врагов совпадает с процессом их генерации. Тут ничего не поделаешь. То есть если придумал, что кто-то враг, то он начинает... Ну, это очень знакомый процесс, конечно. Если человек во всем виноват, то, значит, он и будет во всем виноват, и за все будет отвечать, как природное явление. Вы знаете, это не просто знакомый процесс, а вот это как бы такой архетипический процесс власти. Есть моя любимая книжка, называется «Панчатантра». В принципе, это сборник басен индейских. Но на самом деле это книжка о приемах власти. И вот «Панчатантра» открывается таким совершенно замечательным, архетипическим, я бы сказала, сюжетом о том, как был лев, царь зверей, и у него был приятель, бык. И был шакал, который решил их поссорить. И пошел шакал ко льву и говорит, «Слушай, бык тебя хочет свергнуть». Да вранье, говорит лев, не может быть, мы с ним лучшие кореша. А вот ты на следующем приеме приглядись к нему, если он будет беспокоен, если глазки его будут налиты красным, если хвост у него будет поднят трубой, значит, дело нечисто. Пусть этот шакал идет к быку и говорит, «Слушай, лев тебя-то хочет съесть». Да не может быть, говорит бык, зачем вообще? Я ему всем по гроб жизни обязан, тут он меня хочет уничтожить. А вот ты приглядись, если на следующем приеме у него шерсть будет в стопорщину, грива поднята, глаза будут гореть, хвост патрона будет бить, значит, я правду говорю. Ну, лишь встречается лев с быком, естественно, у каждого с топорщиной глаза, они друг к другу бросаются и рвут на клочки. Но это классическое описание того, как царедворец генерирует врагов. Вот очень похожий процесс у нас реально происходит в России. При том, что люди рвут друг к другу по-настоящему и врагами становятся по-настоящему. Вот Юлия Леонидовна, все-таки сирена абсолютно. А в нашей жизни очень мало сирен, да? Потому что, ну как, вы вполне себе... То есть мифологическое, не вот это вот, которое начальство. А, да, я забыла, что... Нет, та сирена, которую пели на скалах и влекли пловцов. Пловцы разбивались и, значит, сирены пели себе дальше. Вот, которых Одиссей слушал. В нашей жизни сирен немного. Да, а у Юлии это постоянный эффект. Потому что каждый раз... Причем вот когда кончается, например, ее программа на радио, да? Я после этого так отряхиваюсь, знаете, как собака из лужи вышедшая и вошедшая в дом. Отряхиваюсь и говорю, что так, что это было? Давайте вспоминаем. Но когда я ее слушаю, я туда впадаю. Абсолютно, как Волга в Каспийское море. Абсолютно, я туда вся утекаю. Причем моя мама, узнав, что мы будем встречаться с Юлей Латыниной, она говорит, а ты сказала ей, что она меня бодрит. Я говорю, в каком смысле? Она говорит, ну вот я ее когда слушаю, вот у меня после этого такая бодрость необыкновенная. Так вот, вот так вот я чувствую очень жизнь. Да, потому что при том, что Юлия Латынина по радио все время рассказывает... Про ужасы. Про ужасы, про страшные, так сказать, кошмары, как все друг друга обманули, подвели и так далее. Но рассказывает действительно, как бы, довольно весело и бодро. То есть без забывания. У меня складывается впечатление, что вообще, на самом деле, ваше призвание это военная журналистика. Потому что вы все время описываете мир в терминах войны. Раньше это были войны экономические, да. Сейчас вы описываете, в принципе, состояние холодной гражданской войны, если гражданская война имеет холодную фазу. То, что вы описываете. Но, если вы говорите, что даже просто описывая, ты становишься по ту или другую сторону, да, ты должен воевать не только против чего-то, да, но ты воюешь и за что-то. Я хочу... Еще очень важно воевать против самого себя. Если ошибся, ну, хотя бы иметь... Конечно, человек очень часто ошибается. Вот я могу сказать, какая была самая обидная ошибка за последнее время. То есть я считаю, что это ошибка. И она связана с тем, что... Вот как раз с тем, что в обществе, помимо вот этого образа врага, еще генерируется очень много слухов. Да. Существуют специальные технологии генерирования слухов. Да, там вот Ходорковского выпустят, сейчас уволят главу администрации. Мы все их знаем. Их особенность заключается в том, что они исходят не из низших слоев населения, потому что обычно слухи распускают те, кто не знает. А тут слухи распускаются с самого верха. Их отстреливают, как тепловые ловушки от самолета. Специально для создания... Иногда специально для того, чтобы показать свое всеведение. Иногда просто вот... Тоже в качестве проверки реакции людей на эти слухи. И вот два человека подряд мне рассказывают одну и та же историю про газ, про цену нефти на Украину. А когда, помните, наши компании задрали цену на нефть, Тимошенко сказала, что мы сейчас будем регулировать. В ответ начался спор о приватизации. То есть, на самом деле, конечно, неправильная была реакция Тимошенко. В любом случае, не рыночная. И вот два человека... Да, и два человека мне рассказывают одну и ту же самую историю, что все дело было в том, что госпожа Тимошенко позвала к себе наших русских нефтяников, которые раньше платили бабки кучами, и сказали, ну, теперь будете платить мне. А на что русские нефтяники сказали, а не пошла бы ты. А на что госпожа Тимошенко говорит, ах так, тогда я вам срежу цены. На что русские нефтяники говорят, ах так, тогда мы уменьшим мощности. Ах так, говорит Тимошенко, тогда я пересмотрю приватизацию. Два разных человека мне это рассказывают. Я как дура выдаю этого эфира, извиняюсь, как полная дура, потому что одного я верю, а другой говорит, что он сам там был. Потом, когда я начинаю разбираться в этой истории, я понимаю, что это, скорее всего, вранье. Причем вот это вот одно из тех слухов, который запущен специально и связан с тем, что нефтяная история, она действительно реально подогревалась Кремлем, в том, что было некоторое, я не сказала, давление, намек Кремля российским компаниям, которые действительно очень много имеют на Украине нефтеперерабатывающих заводов, а что вот не подавить ли вам на Украину с этой стороны. И обращаю внимание, да, что реакция Тимошенко была, конечно, совершенно неправильная. То есть я теперь понимаю, что я ее беднягу оболгова. С учетом до того, что, с учетом всех версий ситуации, это был просто натуральный слух. Дело в том, что интонация, которую выбрала Латынина, и образ, который она рисует, это образ человека всепонимающего, довольно скептично настроенного, но при этом, так сказать, вполне бодрый и реалистичный. Ну вот человеческий род, вот он таков, что он там крадет, убивает, вообще ведет себя плохо, но ничего страшного. И отнимает комбинаты. Да-да-да, отнимает комбинаты друг у друга, и так далее, и тому подобное. И это как бы над. То есть существо, которое так рассуждает, оно рассуждает над родом человеческим, так спокойно усмехаясь пороком онного рода. При этом худенькая, миниатюрная женщина с внешностью Пеппи Длинный Чулок, у которой есть внутри и своя наивность и так далее, потому что я внутренне просто расцеловала и взяла на руки Юлию Леонидовну Латынину, которую я безмерно при этом уважаю, когда Юлия Леонидовна сказала, что кто-то из олигархов с ней советовался, что какие-то бизнесмены с ней советуются. Потому что ведь это же один из методов разводки психологической. Это посоветоваться с тобой, что лестно. Я думаю, что это может быть, я не говорю, что так и было, но может быть, это был один из способов обезопасить эту змею, да, как бы вырвать у неё жало, посоветоваться. Понимаете? То есть я почти уверена, что в ряде случаев именно так и было. А поскольку при этом Юля человек, видимо, так сказать, хороший и добрый, и думает о людях, на самом деле, не так плохо, как пишет, вот, то она осуществила сразу же акт доверия. Мне один олигарх однажды, когда мы с ним разговаривали о вас, сказал следующее. Он сказал, она замечательная, талантливая женщина. И она гениально работает, когда ты с ней сидишь, разговариваешь, и в какой-то момент ты говоришь, ты абсолютно ведёшься на это общение, общение замечательное, содержательное, девушка толковая, блестящая, понимает всё, про что мы говорим. И в какой-то момент ты говоришь, ну, вот если не для печати, то вот то-то, 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 то-то и то-то. А потом ты видишь это опубликованным. И вот мне странно, говорит он, ведь она же умная женщина, не может же не понимать, что так бывает, так можно поговорить с человеком только один раз. Потому что во второй раз ничего не будет. Я так выслушала это, ну, выслушала, мало ли, что там произошло. Можно спросить про вашу помидорную войну? То есть ввели про атаку? Да спросить-то можно, но действительно совершенно ничего интересного нет. Нет. Мы обсуждаем серьёзные вещи. Нет, я понимаю, ну, просто вот стоит об этом говорить или нет, я имею в виду. Мы можем это не спрашивать, я не записываю. Мне кажется, просто это серьёзный, это тоже такой очень тяжёлый симптом какой-то в обществе. То есть имеет отношение к нашей вот теме поляризации. Да, имеет отношение, но, понимаете, настолько у нас более серьёзных вещей. Да нет, там была просто простая история. Действительно, я вышла с эхо Москвы, вижу, молодой человек кидает меня в мёртв, причём промахивается. А после этого я натянулась на того молодого человека, к нему на помощь пришёл второй. Не поняли, что дело плохо, начали от меня убегать. Я одного там просто один раз пощёчину дала, а другому, в общем, побольше надавала, потому что он попытался схватить меня за руки, не смог их удержать и понял, что лучше не вмешиваться, и поэтому досталось побольше пощёчин. Но ему ничего, кроме пощёчин, не досталось, потому что, опять же, он именно потому, так по швам и стоял, что понимал, что если сейчас ещё раз попытается, то получит больше. Собственно, она... Разъярённая кухня. Нет, на самом деле, понимаете, в этой истории меня лично... Мне лично одно было печально, что поскольку я собиралась на встречу и была в каких-то дорогих шмотках на высоких каблуках, то я действительно не могу понять, как следует. А я не поняла, что они... Это было... Это за что? Вот из того, что вы делаете, за что это было? Вы знаете, я... Это как-то выяснено или нет? Нет, я думаю, что это были какие-то типы наши, да, как раз к вопросу о поляризации, но я потом с диким удивлением узнала, что это мне за моё отношение к войне и к армии. Это меня потрясло совершенно, потому что, во-первых, судя по габитусу этих граждан, они в армии точно не служили. А представление о том, что армию и государство можно защищать какими-то другими способами, нежели втроём нападая на женщины, у них, видимо, отсутствует. Пошли бы в Чечне служить. Латынина действительно страшная угроза армии. Человеческая. Это сравнительно. Это наша армия. Да. Какая-то и латынина. Нет, ну, сама идея, что трое мужиков пошли кинуть в даму помидор и тем самым защитили армию. Это я... Нет такого слова. То есть они немножко есть, но тоже нет конец словаря. Да? Совсем там уже. Нет, вы знаете... Это вообще на самом деле... На боку пы. Пы гнойный. Понимаете? В даму помидором. Нет, послушайте... Воины кинули в даму помидором. И тем спасли... Слушайте, они не служили без армии, которую так надо защищать. Они не служили в армии, они не знают, что... Понимаете, ещё в истории человечества не было войны, которая велась помидорами. Они просто вот пропустили. Меня поразило во всей этой истории совершенно другое. Что эти... Я в принципе сторонник того, чтобы человек отвечал за свои слова. Вот интеллигентское утверждение, что что бы ты ни сказал это слово, и поэтому ты неприкосновенен, я честно готова отвечать за свои слова, потому что вообще-то очень много проблем с нашими интеллигентами связано с тем, что чувство ответственности за слово в нашей культуре сильно принижено. Я видела интеллигентов, которые друг другу говорят такие слова, за которые они в любом кабаке получили бы по морде, а ещё и в живот с финкой. И ничего, говорят. У них абсолютно утеряно чувство антологической ценности базара, которая так хорошо представлена у уголовников. То есть я за, я готова отвечать за свои слова. Ребята, если я готова отвечать за свои слова, то, очевидно, три человека, напавших на женщину, должны отвечать за то, что они напали на женщину. И это, знаете, с песни слова не выкинешь. Меня потрясло то, что эти ребята, когда они описывали это происшествие, ну ладно, они соврали, не упомянули о том, что я их исклистала. Ну бывает, ну действительно, мужику обидно, обидно, что он напал на женщину, и он получил же от неё пинков. Но они выразили искреннее возмущение, что я посмела на них напасть. Вот как вы относитесь к такому феномену, я вас хочу спросить. Вот это вот омерзительное, с моей точки зрения, бросание помидоров в Юлю. Просто, как мы уже сказали, когда долговязые в дылды бросают в миниатюрную женщину, чем бы то ни было, ну, всё понятно. Но когда, скажем, швыряние происходит между мужчинами, или по обоюдному согласию, тут не так всё однозначно, как вы понимаете. Допустим, люди договорились о дуэли между собой. Вот. Как? А вот был такой случай, значит, фотограф одного еженедельника, норвежский лесной, и лидер одного молодёжного движения, Илья Яшин, поспорили, можно ли кидать помидором журналиста. Яшин утверждал, что ни в коем случае, а норвежский утверждал, что элементарно. И вот они сошлись и решили биться на помидорах. При этом все задавали друг другу вопросы. Как же это Яшин, считающий, что нельзя бросать помидоры, согласился пойти на дуэль и бросать эти помидоры. Вопрос победил... Это дуэль была? Это была дуэль на помидорах. Было выпущено, не знаю, 15-20 помидоров. Победил Яшин. Который был против кидания. Который был против кидания, и он же победил. Возможно, поэтому он и был против. И затем они, обнявшись, пошли пить пиво, есть мороженое, делать еще что-то. То есть, когда мужчины... Это турнир был. Это был нормальный рыцарский турнир. И когда на одной, так сказать, на одном конце шкалы вот такие праздники, а на другом подлость... И скотство. Подлость, скотство и вообще позор. То есть, это больше не мужчина, если он кинул. Вообще, символически кидание помидором в женщину означает отказ от своих мужских достоинств. Все. То есть, у него будут страшные проблемы в этой сфере. Это я ему точно говорю. Потом он будет думать, откуда? Оттуда. Это блюдо. С помидору? С помидору. Вы смотрите программу «Школа злословия» на канале НТВ. А в гостях вы не на. Вы сказали, что вы готовы отвечать за базар. И что, так сказать, вот слова имеют определенный вес и нельзя их говорить просто так. Я хотела спросить, что вот если в одной газете публикуется вот один базар, предположим, условного Минкина и другой базар, условный латыни, потом они встречаются. Эти базары категорически противопоказаны друг другу. Ну вот у меня личная трагедия. Миша Леонтьев меня в свое время привел в журналистику. Ну как вы не? Вот мы встретились с Мишкой после того, как он после взрыва на Автозаводской сказал, что этот взрыв был задуман в Лондоне, Тель-Авиле и Вашингтоне. Мей Горыныч сидел и положил на три кондика. Я считаю, что я, наверное, не могу Мишке подать руки. Но он остается для меня тем человеком, который привел в меня журналистику и на личном уровне я, видимо, гораздо более компромиссный человек. Так вот, ситуация, в которой одни люди, враги других и компромисс невозможен, это как раз та самая ситуация, в которую власть очень сильно пытается загнать общество и загоняет. Вот в этой ситуации враг не враг, у Вас у самих вместо ветрового стекла в автомобиле, в котором Вы едете, получается экран телевизора. Причем этот экран не то, что на дороге отображает, а то, что Вам хочется. Вы долго увидите? Вряд ли. Нет, долго не получится. Так, погодите, значит, опять получается, значит, это они все так сделали, да, что вот мы тут все переругались. Да, вот, понимаете, в том же и дело, да, нам опять навязывают тоже, вот правильно, Вы в точку попали, потому что, рассказывая о том, что в обществе нет никаких врагов, а есть стремление власти их создать и повесить на них свои ошибки, да, я тем самым делаю из власти того врага, на который мы вешаем все свои ошибки. А им... Как это, мы внутри романа Стругацкий? Да. мы с вами. Потому что директора нет. Да, мы отозрели. Человек тысячи тысячи директора, то есть он должен подписать ему бумагу, чтобы он мог уехать наконец отсюда, из этого леса. И директора нет. А когда наконец он находит нужный кабинет, выяснилось, что директор это он. Все замкнулось. Он и есть директор. Выгода нет. Власть не может вырваться из вот этого волшебного круга, из этих зеркал, как Джеймс Бонд с вами стреляет, в комнате с зеркалами. И все время попадает не туда, потому что он себя видит, отражает. Нет, ну во всяком случае мы видим, что каждый раз, когда власть совершает ошибку, у нее рождается новый враг. Вот этот процесс достаточно действительно законом... он как бы есть, его можно фактически наблюдать. А как вы эти, понимаете, ну как же сказать, вы от меня требуете ответ на вопрос как жить. А вы сами можете ответить? Нет, я нет. Нет. Но я и не считаю, что эта власть согнала нас в эту поляризацию. У меня... Я совершенно в этом не уверена. Я абсолютно... То есть я даже тоже... В этом я тоже не уверена. Но вот по моему внутреннему чувству, мне кажется, что наша власть очень адекватна нашему обществу. Другой печальный вопрос, что всякое общество имеет ту власть, которая заслуживает. Вот, опять же, я с этой Максимой... Эта Максима работает совсем не всегда, как и всякая Максима. Понимаете? Но то, что вот на данный момент то, что у нас происходит, было востребовано и есть востребовано российским обществом, мне кажется, что это так. Поэтому говорить, что власть создает образ врага, власть нас поляризует, нет. Мы сами. Ну, Дунь, ну хорошо, я вот не знаю, что сказать, потому что мне не приятно... Ну, секундочку, просто, да, к вопросу, чисто. Вот, насчет Гребенщикова и насчет письма о 50-ти. Мы не сами же 50 написали письмо. Ну, мы же сами его подписали. Никто же не пытал, никто не загонял его. Как не пытал? Как не пытал? Ты заведуешь, не знаю, обществом, в котором все отлично работает, прекрас свои, сложности и так далее. И вдруг тебе, бух, развязает с небеса. И оттуда, помните рекламу, они так вот пальцем тыкнут, ее же врачом себя намазали или напрыскали, да? И тыкнут пальцем и говорят, сейчас у тебя будут отобраны все счета, все финансы, все это будет раздражение. Сказали подружесное. А он подушит. Да. Тогда, потому что тогда так и будет. что? Раз не будет, два не будет, три не будет, а четыре будет. Что отнимут у моей подружки Лиды Вележевой? Роли. Да. Как? А у меня что? А у меня платья? А у Жаинского рояль? Вот. А у Калягина театр. Это все наукно сделано. И все будет, все кружится, и вернется, и несет в горку. Не, 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 слушайте, отнять, но могут отнять. И лучше, и вдруг, да, вот, вдруг нагадят. Друг из маминой Испании, криворогий, криворогий, лук. Слушайте, ну хорошо, вот Калягин, вдруг ведутся, идут все, что могли бы дать, и он подписывает это письмо. А Марк Захаров заведует театром Ленком, который всегда дружил с властями. И Марк Захаров вместо этого поздравляет Ходорковского в тюрьму с днем рождения. Почему? То есть Марк Захаров вдруг перестал бояться, что его будут, значит, колоть иголками под ногти, а умный Калягин знает, что все равно будут. И вот он тогда посмеется над Марком Захаровым. А ты, потому что на самом деле Марк Захаров гораздо умней, и он знает, что эти ребята, они только пугают, вот на них вестись не надо. Потому что, я же говорила, их специализация разводки. Они приходят и говорят там, условно, подпиши письмо, а то у тебя, я не знаю, ресторан отберут. То есть подписали все-таки сами. Повелись на разводку сами. Можно было не повестись, одни не повелись на разводку, а другие повелись. Да. Юль, скажите, а кто из ныне покойных деятелей... Да, вообще людей. Да, людей, был бы хорошим правителем для России? Живых не называть. Ну да, понятное дело. Потому что расстрельный список. Понятно. Идут, уже умерли. Вот так помечтать. Знаете, думаю, сейчас Екатерина была бы очень хорошей правителем. Не сочтите, да? Вот сидят три бабы, а четвертую. Так. Екатерина. А вот из совсем, можно вот из любых эпох, представляем себе идеальную ситуацию, да? Небесная Россия. Вы вот считаете, что кто бы нам подошел, как правитель, кто бы справился с этим совсем? Потому что мне кажется, что мы все время не учитываем всю невероятную сложность задачи, которая встает перед каждым правителем. Да, чтобы с нами справляться. Вы знаете, вот тут как бы есть главная ошибка, потому что задача государства это не справляться с подданными. Задача идеального государства минимизировать свое присутствие. И одна из основных проблем того, что не так начало происходить вот с Россией последние два года, это ровно то, что... Ну, что такое государство в нормальной рыночной экономике? Ну, кто такой в экономике США директор ФБР? Ну, да, я согласна, это уважаемый человек. Он не может сделать с Белым Гейтсом ничего того, что Патрушев может сделать с любым российским бизнесменом. Вообще, перед Белым Гейтсом этот директор ФБР, ну, там его в приемной попросил подождать. Да, президент США самый могучный президент самой могучной страны, там, хотим мы этого или нет в мире. Но набор вариантов его действий... Модель понимаю. Хорошо, я переформулирую вопрос. Так вот... Пре ком Россия расцвела бы? Посмотрите, какая странная ситуация. Вот сравним президента Буша и Путина. Вам не кажется, что Буш гораздо более глупый, упорный... Не то слово. И просто вот... Неотвратительный тип. Вы представляете, что бы было с Россией, если бы сейчас во главе встал президент Буш? Ой, ой... Господь... Господь не хранит хранит Россию. Эти глазки. Эти глазки. Более того, представьте себе, США, по главе которых стоит президент Путин, очень была бы приличная страна. Реально? Значит, дело не в правителе... Дело вот в том, что... Понимаете, вот эта пробочка от этой вот баночки, а эта пробочка от этой баночки. Да. Дело в социальных условиях. Дело в том, что, как бы ни хотел президент Буш, он живет в условиях достаточно минимального государства, в которое он не может посадить в тюрьму Белого Гейтса, потому что ему понравилась его империя. Несмотря на всю свою глупость, он не может Америку разрушить. Ну, он пытается, но может... Ну, не зарекаемся, да? Там еще пара... Еще войска в Иран, и ребята доиграются. Что ты это послушаешь, потому что все игроки, он одноумный. Есть, я и думал. А вы? Не, мы, не, мы вас слушаем, мы же спрашиваем. Юля, спасибо большое. Пошли удивляться. Спасибо. Нет такого человека, считая Эвклидов, логической аргументацией, которого нельзя найти дырок. А и Толстая, и Авдотья замечательны тем, что вот они эти дырки умеют находить, как червяк, спелое яблоко. Поэтому я думала, что меня съедят, а меня не съели. Все, о чем спрашивала, справедливо, причем, более того, на главный вопрос я не ответила, а делать-то что? Ну, правда, у меня есть маленькая альбия, что никто, в общем, в России на этот вопрос хорошо не отвечал, а те, которые отвечали, типа Ленина, лучше бы их не слушали. Хорошо ответил на этот вопрос в свое время Василий Васильевич Розанов, что делать. Он сказал, как что, если лето собирать ягоды, а если зима пить чай с вареньем? КОНЕЦ КОНЕЦ